Добрый вечер! В прямом эфире программа «Главная я», ее ведущая Нина Демогла. Тема сегодняшней программы – это последняя экстренная новость, которая взбудоражила общественность. Лидер демократической партии Мариан Лупу заявил о том, что он снимает свою кандидатуру с президентской гонки. Что означает это событие и какой ряд событий за ним следует, это мы сегодня обсудим с гостями нашей студии. Это директор и тортас в Молдове, политический обозреватель Валерий Демидецкий. Добрый вечер! Добрый вечер! А также политолог, политический аналитик Роман Михаеш. Добрый вечер! Добрый вечер, господа! Господин Демидецкий, наверное, начнем с вас. Что вы видите в свете последнего события? Ну, новость, конечно, ошарашила. Я не нашел ни одного человека, который мог бы мне похвастаться, что я знал. Вот, конечно, никто не знал, и думаю, что новость принималась, в принципе, это очень похоже на господина Плохотнюка, который очень быстро принимает решения и известен такими неожиданными ходами и решениями. Новость о решении, я думаю, что было вынуждено, и это было видно, что кандидат не дотягивает до входа во второй тур. И, в принципе, сегодня под тем давлением, которым мы находимся с двух сторон, да, как бы, что вот есть такое, как бы, желание, чтобы опять вот это очень плохо происходит, что у нас опять идут выборы по геополитике. Простите, а что вы имеете в виду под фразой решение было вынужденным? Решение было вынужденным. Таким образом, на мой взгляд, господин Плохотнюк снял с себя, так сказать, все упреки в том, что он хочет сфальсифицировать выборы, да, что он, когда отдаст пальму первенства и проведет своего кандидата во второй тур, обеспечит ему победу и так далее. То есть это вызвало бы сомнения, прежде всего, потому что власть в Молдавии оказалась в очень сложном положении, антиредит минус 80%, да, это как бы надо постараться. Это было понятно после вот этих громких коррупционных скандалов, которые гремели и с которыми, к сожалению, ознаменовывалось правление проевропейской коалиции с 2009 года, да, плюс вот это 900-страничное соглашение с ЕС, никто не говорит о том, чтобы не надо подписывать соглашение с ЕС, не нужно стремиться сотрудничество с Европой, сотрудничество с Европой стремятся все страны мира, но мы несколько это соглашение подписали оголтелой по-быстрому. Вы знаете, вы иногда подписываете контракт по продаже автомобилей и машины, и надо внимательно следить за звездочками или там банковский кредит, а мы подмахнули. И итоги как бы подписали, веселились, подсчитали, прослезились. Итоги очень плохие. Минус 10% падения экспорта в ЕС, минус 40% на российском рынке. Это, конечно, сильно ударило по экономике, и то, что вот сегодня, как многие наши люди говорят, о том, что мы подписываем соглашение с МВФ, оно не должно нас радовать, и не радует правительство по большому счету. Я же разговариваю так с чиновниками. МВФ ставит очень жесткие условия, и от них не любое правительство не будет радо. То, что сегодня власть каким-то образом удержала зарплаты и пенсии, после соглашения с МВФ это невозможно будет сделать, понимаете. Ну, власть готовилась к выборам, и вот сегодня как бы власть себя сняла. С другой стороны, меня поразила реакция Майи Санду, которой как бы власть протянула руку помощи, наш Рахман сказал, нет, 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 я и с вами сотрудничать не хочу. Да, вот как бы, видите, это тоже, как бы все сейчас опасаются, связываются с властью, потому что боятся проиграть выборы. Ну, мы поживем, увидим. Очевидно, что уже сегодня у нас есть два участника второго тура. Это будет Игорь Дадон, который уже себе давно застолбил там место, и Майя Санду. Расширится это дело в первом или втором туре. Мы поживем, увидим, предсказы загадывать не будем. То есть вы считаете, что это решение было вынужденным, но вынужденным внутренними обстоятельствами, не внешними. Я думаю, нет, не внешними. Я думаю, что это, нет, внешний фактор, безусловно, есть, понимаете. Мы сегодня, вот в связи с теми скандалами, которые у нас гремели, мы сегодня как под микроскопом, понимаете. Нас смотрят все и говорят, что вот, вы смотрите, вот они делают правильно, неправильно. Мы, видите, как отчитываемся перед партнерами по развитию, как у нас называют, да. Правда, развитие им туговато. И всегда говорим, что вот мы делаем это, 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 это. И мы очень прислушиваемся к их мнению. Вот что они говорят, то мы и делаем. Хотя я считаю, что это неправильно, потому что я считаю, что никогда не должен быть президент Молдовы. Ни про, во-первых, мне не нравится это слово, про российский, про европейский, про там еще какое-то, про румынский. Я считаю, что есть люди, которые выступают за восстановление отношений с Россией, есть люди, которые выступают за укрепление отношений с Европой. Но в моем понимании президентом Молдовы, и уже политиками в правительстве Молдовы должны всегда сидеть люди, которые должны думать об интересах, прежде всего, Молдавии. Прежде всего, Молдавии. Вот тогда нам в нашей стране будет обеспечена какая-то стабильность, развитие и так далее. Потому что в сегодняшнем мире, где сегодня происходят какие-то катаклизмы, противостояния, мир меняется, когда-то холодная война закончилась без определенного договора, и сейчас ее надо заканчивать, пересматривать. В этом сложном мире становиться на чью-то сторону и играть какие-то игры, это то же самое, что, знаете, вот есть такая басня, по-моему, на фонтене, когда лягушка вступила в танец слонами. Потом ее долго искали. Поэтому нам это не нужно. Мы не должны наступить в ту же лужу, в которой наступили наши, к сожалению, соседи. Поэтому мы должны иметь чисто промолдавского президента, который будет думать прежде всего о интересах этой страны, нашей страны, нашего народа. Спасибо огромное. О геополитическом факторе мы еще обязательно сегодня поговорим. Господин Михаеш, для вас сегодняшняя новость, она тоже была ошеломляющей? Я вам говорил в передачи и говорил другим своим знакомым, в том числе и комментаторам, которые могут когда-то подтвердить, что я думал, что если снимется Юрий Лянга, тогда уже может встать вопрос о том, чтобы снялся и Мариан Лупу. Потому что было бы очевидно, что Майя Сандо проходит во второй тур. А так для меня тоже стало неожиданностью, что Мариан Лупу снялся вот в этом контексте, потому что у него реально, как говорил господин Плохотнюк сегодня, когда они были вместе на пресс-конференции, он реально мог пройти во второй тур. Но был риск того, что проевропейский кандидат может проиграть, что все силы проевропейские могут проиграть. И тогда решение это, скажем так, было с моей точки зрения Демпартии. Оно имело как минимум два здесь нюанса, надо обозначить главные. Первый нюанс – это то, что Демпартия не хочет, чтобы господин Дудон выиграл эти выборы, это ясно. Между прочим, господин Плохотнюк выступил неделю назад с поддержкой Майя Сандо, и никто об этом даже не упомянул. Ну почему же об этом говорили? Ну там скользко упомянулись. И он скользко выступил с поддержкой. Там не раз был, оттуда можно уже танцевать, чтобы выяснить сегодняшнее решение. То есть надо понимать, что Демпартия, начиная с 2010 года, после выборов 2010 года, 28 ноября, проглотилась в четкую и проевропейскую партию. Вот этого многие не понимают. Но мы думаем, что эта Демпартия снялась в пользу Майя Сандо. Это же для них звучит как-то нереально. Это очень реально. Демпартия действительно является членом и социалистического интернационала, и ассоциированный член Левой Европейской партии в Европарламенте. То есть она во многих структурах входит, международных, европейских, в том числе, и имеет некоторые обязательства. И ее члены, большинство, насколько я понимаю, там минимум 80% разделяют четкие проевропейские ценности. Так что здесь с этой точки зрения, с тактической точки зрения, как говорил господин Севунин, я понимаю это движение. И, как говорят многие, и с этой оценкой я согласен, это снимает ответственность с Демпартии, с господина Плакотнюка лично за результаты этих выборов. Потому что вся подоплека вела к тому, что типа того, что господин Плакотнюк и его окружение хотят сфальсифицировать эти выборы, добиться любым путем, чтобы их не конец пошел во второй тур и победил. Все это уже снимается с повестки дня. – Но вы наверняка тоже ознакомлены с заявлением госпожи Санду по поводу выхода. – А вот это я хочу чуть-чуть вспомнить, что у нее не хватает политического опыта, у нее нет команды. Я не знаю, кто ее консультирует, но если кто-то ее консультирует, и то, что она сказала сегодня, это, скажем так, это не политик сказал, это эмоционально сказал какой-нибудь человек, который еще не стал зрелым политиком. Потому что я понимаю, что она может иметь какую-то негативную точку зрения лично к господину Плакотнюку, но бить в электорат, который может реально тебя поддержать, это не политик делает. Она могла бы обозначить, что для меня, например, проблема Плакотнюка – это одно, но если этот электорат хочет за меня проголосовать, он европейский, реальный электорат, зачем он виноват, что у Майя Санду нет политического опыта. То есть я не увидел в ее речи, не увидел в ее высказываниях, скажем так, вот этой запятой. Она ударила ногой в этот электорат, и это может ей стоить многого, потому что одно дело, если руководство Демпартии скажет своему электоратуру – «голосуйте за Майю Санду». А если она обижает этот электорат, унижает его, этот электорат, он может или не выйти на выборы, или проголосовать за других кандидатов, потому что здесь риск очень большой. Но до выборов осталось всего 4 дня. Понимаете, за ночь можно принадлежать людей. Как вообще этот электорат будет реагировать? Вот господин Лупу призвал голосовать за проевропейского кандидата Майю Санду, где он видит реального кандидата. Она сказала, что ей эта поддержка не нужна. Она имеет время до 30-го, чуть-чуть подкатеретировать свою позицию. Потому что, например, я тоже поддержал Майю Санду. Я реально говорю, что я проевропейский настроенный комментатор. Во всем мире этого принято. Вашингтон пост имеет одну точку зрения, Нью-Йорк Таймс другую, париматч другую. Вот я как комментатор занял позицию. Я поддерживаю Майю Санду, проевропейского кандидата. Потому что так решили все. Я неоднократно ему сказал, что она много от этого мне не нравится. Что она не отделяется от этой группировки ЦОПа или Филата. Я жду за эти 4 дня, чтобы она это сделала. Она сказала четко, я денег у них не брала никогда. Я не буду брать. То, что они меня поддерживают, это их не делаю. Вот то, что она бы сказала сегодня в сторону Плохотнюка, она могла бы добавить там и ЦОП, и Филата. Но этого она не сделала. То есть, как говорил когда-то господин Путин, равна удаленность от олигархов. Где равна удаленность Майя Санду от олигархов? Нет такого. А почему тогда вы, как говорите, так решили другие? Ну вот кто решил? Есть же еще проевропейский Лянко. Лянко снимется 100%, потому что он уже снялся. Он уже снялся? 100% да? Потому что я видел, что он думал сняться. Но реально Лянко не может не сняться. Это реально, потому что там у него обязательства проевропейской партии права, которая в парламенте, Европравде, Народная Европейская партия. Дело в другом. Мы вышли на, к сожалению, это тоже мне не нравится, здесь частично соглашусь, что мы вышли на геополитическую прямую. Про российский кандидат Додон, про западный кандидат Майя Санду. И здесь уже не будут играть роль, кто они такие, что они какие-то ошибки сделали по жизни, какие у них экономические программы, социальные. Будем бороться за вектор. То есть это геополитическая борьба? Да. Нас, всех избирателей подвели к геополитическому, скажем так, выбору. Это плохо, потому что странам нуждаются в программах развития. Я понимаю, что с Россией есть проблема. Надо решать их, конечно. Нельзя просто так говорить, что Россия плохо и все. Тот же Запад, когда Додон или другие говорят, что там все плохо, там геи, там растление, там что-то еще. Нам нужен президент, который не убил бы общество лбами. Нужен президент Килибрат, то есть уравновешенный. Я вижу, что Майя Санду, к моему сожалению, да, я его буду поддерживать, потому что такая сложилась конъюнктура, но я считаю, что она должна, или я не знаю, или найти консультанта, или чтобы заплатили кто-нибудь хорошего консильера. Потому что я вижу, что она не политик еще. Она еще не политик. У него эмоций сегодня в этой речи было больше, чем рациональности. Потому что, я повторяюсь, во-первых, она ударила ногой в 15-20% электрата. Понимаете? Во-вторых, она про Филата, про ЦОП и ИИ же с ними ни одного слова не сказала. А я жду от нее, потому что если она это не скажет, я не говорю, что я за нее проголосую. Четыре дня осталось, чтобы она подкорректировала свои позиции по олигарху. То есть за четыре дня вы считаете, что у нее это срок? Она должна, с моей точки зрения, она должна завтра или послезавтра, то есть до 29-го. До 29-го. Созбать всех тех, которые высказались в ее пользу. Или их представителей. Скажем, человек 100 или 200 в каком-нибудь зале. Что-то пообещать им. Пообещать, поговорить с народом. Потому что подключились слишком большие силы в ее поддержку. Не только Настаса с ЦОПами, а уже Плохотнюк и Демпартия это серьезные силы. Мы, кандидаты, которые не завершились, даже я, за мной хотя бы один или два процента, когда-то все равно стояло бы. Надо и со мной встречаться. Я бы с ней поговорил, я бы ей объяснил кое-что, потому что я все равно лет 10 нахожусь в политическом поле и в комментаторстве, и в Собернике Кривы. То есть она все это игнорирует? У нее ноль политического опыта. Делать очень большие ошибки. Никогда не надо ногой в электорат ударять. Понимаете? То, что ты имеешь с Плохотняком, это одно. А говорить, что тебе не нужен этот электорат, это большая и катастрофическая ошибка. Я вас поняла. Господин Демидецкий, вот чисто технический вопрос. Вообще, согласно кодексу о выборах, кандидат может снимать свою кандидатуру, кажется, за 9 дней. Вот осталось 4 дня до выборов. Теперь я, насколько знаю, что кандидата могут снять только решением судебной инстанции. Или это технический момент, который будет решен? Вот, знаете, вам надо было пригласить для этого господина Чуканова. Нет, слушай, он вам объяснил. Я не стану умудряться, чтобы не выглядеть... Очень просто объясню вам. Если кандидат хочет сняться, никто его не может там... Я ушел, и все. Он ушел, это одностороннее решение. Другое, что вы имеете в виду... В кодексе прописано, что он может раньше, чем за 9 дней сняться в связи с кончиной кандидата, еще какие-то такие или судебные... Я вам скажу так, у нас кодекс, скажем, имеет свои недостатки. Об этом отдельная речь. Я могу его на ту тему поговорить. То есть вы считаете, что это не проблема? Могут сняться все, остаться только один. Это воля кандидата. Если он хочет сняться, никакой цикл, никакой суд не могут его удержать. Хорошо, тогда мы не будем акцентировать внимание на этом моменте. Вы как думаете, вот теперь в противовес господин Чубашенко, вы с ним как-то поддерживаете связь? Он не думает снимать свою кандидатуру? Не знаю. Поживем, увидим. Сегодня он написал о том, что он будет идти до конца. Что будет завтра, поживем, увидим. Вчера мы знали о том, что господин Лопу снимет кандидатуру и господин Лянко. Не знали. Поэтому все. Мне очень грустно от того, что мы опять скатываем все в геополитические выборы. Понимаете, в советские времена была такая кинокомедия, забытая мелодия для флейты. Там была чудесная песня. Мы не пашем, не сеем, не строим, мы гордимся общественным строем. Понимаете, мы так довод гордились, что остались без штанов. Выслали. Вот сейчас недавно мне медики рассказали такой забавный анекдот. Говорят, что собрались на консилиум. Американцы, немцы, молдавские медики приехали. И вот когда разговаривали о том, что они там, как лечат, американцы говорят, мы тут сердце человеку пересаживаем, через две недели он идет на работу. Немцы говорят, а мы почку пересаживаем. Он говорит, он уже через неделю ищет работу. Говорит. А молдаванин говорит, мы, знаете, президента избрали бы из Москвы. И что, какой результат? Говорит, полстраны ищет работу. Вот пока мы занимались геополитическим вектором и гордились тем, что мы уже очень такие паравропейские или парароссийские, другие страны, не заморачиваясь на эту ерунду, они себе построили хорошие страны. И как показал опыт, к сожалению, у нас в 90-е годы мы решили сразу взять самый высокий пример, выстроили парламентскую республику, которая абсолютно не подходила для переходного периода того времени. А те страны, которые мы называли диктаторскими, Белоруссия, Россия, Азербайджан, Казахстан и так далее, прошли этот путь с авторитарной властью, переходный период. И сегодня, конечно, мы туда ездим работать, а не к нам. Вот это вот катастрофа. Понимаете, если мы дальше будем драться, кто у нас, вот я всегда задаю один маленький вопрос. Хорошо, почему тогда на этом? Нет, мы разрешите это закончим. Я всегда задаю маленький вопрос, когда выбирает, у нас три раза выбирали проевропейского мэра города, а сегодня уже его ругают даже те, кто его выбирал, потому что город приведен в страшную разруху, но все под европейским флагом. Я когда их спрашиваю, господа, вот объясните мне такую простую вещь. Вы наняли мастера, заплатили ему деньги за ремонт квартиры, обнаружили, что деньги украдены, как у нас это происходит, миллиарды украдены, инвестиции украдены, все, что в городе украдено, а ремонта нет, и он вам предлагает еще раз заплатить. Вы ему заплатить – нет. Так почему же тогда вы снова за него голосуете, то есть почему вы снова даете ему деньги? И вот никто мне это объяснить не может. Вот если мы дальше будем так голосовать, то мы будем не голосовать за менеджеров, за людей, которые что-то сделали, а опять за такую европейскую или другую птицу. В руках, во-первых, это во-первых. Во-вторых, мы ни в Европейском Союзе, ни в Российском Союзе никому не нужны без штанов. Понимаете? Туда не принимают с протянутой рукой. Знаете, французский телеканал, сейчас прилетел из Парижа, там показывали румынское приветствие, протянутая рука. С таким в Европе ни в Европе, ни в Евразии не едут. Там могут воспринять с деловым разговором. Вот у меня есть это, я могу продать. Так сложилось, я хочу объяснить, что так сложилось, исторически, что мы не являемся конкурентами стран, которые в этом Евразийском Союзе, которые формируются сейчас. Почему не являемся? Потому что мы можем им продать свою сельхозпродукцию. Еще можем продать. Потому что в России сегодня, даже после прощения Крыма, и то, что делается на Кубани, скоро наша продукция не нужна будет. Ни винодельская, ни такая. Они сами уже продают свою сельхозпродукцию, хлеб и другие вещи на экспорт. А в Европейском Союзе, к сожалению, к нашему сожалению, они закупают только 1-2% сельхозпродукции за рубежом. И платят своим аграриям за уничтожение вин, перегонку их биотоплива и так далее. То есть мы сегодня там, ну так сложилось, понимаете, конкурентами своей продукции не можем быть. Другой сектор мы угробили, да, и вот у нас единственное, что есть надежда, и это сектор может быть что-то развить. То есть наши сегодня политики, да, нам не предлагают никакой программы, я ни у кого не увидел программы о том, что делать с экономикой Молдавии. Сколько мы будем экспортировать своих людей. То есть нам рассказывают, мы идем в Европу или идем, а идем мы знаете куда. Уже 25 лет. Поэтому вот это мое сожаление, понимаете, потому что нам никто не пришел, и это может закончиться катастрофой, потому что страна, которая не решит пренестровскую проблему, не решит экономическую проблему, не вернет домой людей, она ставит поборосу угрозу своего существования этой страны. А мы здесь живем, понимаете, и я не хотел бы бежать из этой страны куда-нибудь, как бы, знаете, вот и искать пристанище, как половина наших граждан. Понимаете, сбежали из страны под эти разговоры о наших векторах и наших так далее. Вот тут углу. Здесь есть договор обоссоциации. Хорошо, вот я бы хотела... Одну ремарку хотелось сделать господину Деменецкому, дружескую ремарку, скажем так, что в этой власти есть договор обоссоциации с Евросоюзом, и вот это есть их контакт с населением, скажем так, и с развитием страны. Ну да. Дан результат или нет, это мы увидим через год 5 или нет. Роман, после того, как мы подписали, пришла к нам власти европейская, проевропейская коалиция, мы подписали это соглашение, число сторонников евроинтеграции упало 70% от 35%, продолжает падать. Ну тут можем говорить о проблеме. Нет, это просто, который сделал с фонд Сороса, и как бы уважаемые люди, и демократический институт, и так далее. Понимаете, вот в чем катастрофа. Ну вот, я прошу прощения, хорошо. Возвратиться, я хочу большинство сказать, если возможно. Одну фразу про Чубашенко сказал. Сейчас судьба Дадона в руках Чубашенко. Почему? Потому что у Чубашенко как минимум 6-7% в кармане протестного электората, который он может или отдать во втором туре, или в первом туре Дадона, скажем так. Потому что Майя Санду сейчас, с моей точки зрения, если с ней снялся реально Лянка, тогда она может выиграть в первом туре. Понимаете? То есть у ГИМПу, скажем, максимум 4% можно набрать. Нет, я думаю, это меньше. Я, например, господин Михаил, сегодня в связи с этой новостью, естественно, в интернете, в социальных сетях возникла целая информационная борьба, где была такая версия, что после того, как Майя Санду пнула ногой, я вас цитирую, электорат демократической партии, у Дадона есть шанс даже выиграть эти выборы с первого турера. Вот так я отвечу вам схематично. Если она за 4 дня, это есть чуть-чуть времени, я уверен, что уже начнут на нее и западные, и наши комментаторы, и консультанты подскажут ей, что это большая ошибка. Это было слишком эмоциональным, а не политическим высказыванием. То, что находился рядом Андрея Настаса, это не должно было на нее так сильно влиять. Она просто ударила ногой в этот электорат, и будет трудно его возвратить весь. Но если этот 80% электората ДПМ, 100% в Лянке, про университетский электорат, мобилизуется, не забывайте, что есть электорат, который из-за границы голосует. Но не забывайте, что есть еще электорат Настаси, который непонятно, как отреагировал на сегодняшние новости. Там университет большинство, 80% у Настаса. Верхушка нет, но электорат Настаси, я знаю, это бывшие либералы, большинство из них. А за кого они будут? Они за маю будут. За маю это 10% максимум. То есть, сегодняшняя новость не повлияет на решение? Я считаю, что сегодня есть предпосылки говорить о том, что Майя Санду может выиграть с первого тура. Есть предпосылки. То есть, 45% у него уже в кармане. 45. Доберет до 51, это большой вопрос, конечно. С другой стороны, до Дон идет до 38-40%. По всем вопросам, да? 41 я видел там. И вот здесь, что сделает Усатая и Чебашенко? Это пара игроков. Дадут ли они до Дону эти 7%? Возможно, 2-3 из процентов или 4 они возьмут от них, которые не определились, и Дон может поспорить с Майя Санду реально или там ноздря в ноздрю, скажем так, подойти к результату или нет. И вот ответ на этот вопрос, как говорят, многие эксперты считают, что все-таки на Усатого есть возможность у России, у некоторых сил в России нажать на Усатого, чтобы он отозвал своего кандидата. Посмотрим, это самое интересное для меня, сумеют ли до Дону договориться, скажем, в Москве с кем-нибудь, чтобы нажали на Усатого, чтобы сняли Чебашенко с гонки. Потому что иначе Чебашенко и Усатый дарят Майя Санду победу на выборах. Вы согласны с этим? Я не согласен с тем, что электорат приходит механически. Не весь, конечно. Это очень сложно. Это уже доказано сто раз, что электорат механически не приходит. Да, это большой вопрос, поступят ли в России так же дисциплинированно, как и американцы, которые надавили на Анастасию, а потом вывели Анастасии, а потом вывели и вот, я думаю, что под давлением где-то было давление американцев на демократов, и на Лянг, и на всех остальных. Американцев, я могу понять, им сегодня категорически не нужен президент, который будет выступать за восстановление отношений с Россией за спиной Украины. Им нужен один антироссийский фронт, чтобы поторговаться с русскими после того, как... Или хотя бы нейтрального президента. Или хотя бы нейтрального, чтобы ни в коем случае не был человек, который не будет выполнять, ну, вы знаете, наша власть сейчас недавно всякий раз выполняла какие-то заказные. Вот через труды, раньше эту обязанность возложили на господина Тимовкина, он, видно, уже сказал, что вы оставьте меня в покое, да, выпустите меня отсюда, потому что все он всякий раз выступал с дежурными. Ну, это лидеры, там, премьеры, все, которые ездили в Москву и встречались с лидерами российскими, да, они не хотели как бы ганить под дверь, да, ну, и как бы возложили эту функцию для того, кого не жалко. Вот, но тем не менее, вот эти статьи, которые появились в американской прессе, воззвание, вот, геополитический вектор, ну, это типичное такое, знаете, воззвание. Американцы очень, как бы, просто в смысле. Знаете, вот смотрят, вот кто-то Майя Сандо им понравился, какому-то чиновнику в Госдепе, и он сказал, в президенты ездят. Я не знаю, потому что она работала в вашем... Она работала там, и кому-то там понравилось, понимаете, вы можете отсюда кричать сколько угодно, что выиграет и она, а другой... Нужный человек в нужном месте. Нужный бюрократ в нужном месте, который сказал Майя Сандо. И вот уже более мелкие депрады, в том числе и посол Петит, и посольство, никогда не возьмут на себя ответственность сказать, знаете, она не проходная, потому что тогда они вынуждены будут брать ответственность и не получат по полной программе из Вашингтона. Поэтому они говорят, да чертовой матери, пусть она проиграет, но за это будет отвечать Нуланд, но не я, понимаете. Вот поэтому вот эта ситуация как бы экстраполируется и на нашу ситуацию. Конечно, американцы, я скажу вам, молодцы, они идут как линкор, пробивают все, но тем не менее они этим самым очень сильно разрушают этот миф о том, что они несут свободу демократии, кроме того, что они сделали с Ближним Востоком, убив миллионы людей из этих нефтяных интересов и так далее и тому подобное. Плюс сегодня возникла ситуация, когда уже возникла в мире и сила, и не только Россия, это и Китай, и Индия и так далее, которые сказали, что, ребят, подождите, вот так творить что угодно, однополярного мира не будет, и вот творить что угодно, что вы хотите творить, тоже нельзя так, Вот сегодня вот что можно уговорить, но фактически Путин в Сирии выявил уже тем, что Асада не удалось свернуть. Это не важно, будет Асад или не будет Асад, но уже сегодня вопрос по Сирии можно решать только политическим путем, это все понимают. Раньше обычно американцы никого не спрашивали, хотели бомбили Сирию, хотели бомбили кого угодно и решали, да, вот вопрос, но теперь вляпавшись в кучу этих конфликтов, да, и не разрешив их, и получив эту проблему, мир приходит к тому, что нужно опять выстраивать какую-то систему международных отношений, при которой нужно будет решать эти вопросы за столом переговоров. И это, вот мы просто попали в Молдову, попало в этот период, да, когда мы подходим к этим решениям, да, а это очень сложно, тут накал борьбы, знаете, все хотят еще что-то отыграть, что-то сыграть, и вот мы попали в этой ситуации, и здесь, конечно, в этой ситуации нам быть надо очень осторожными и очень спокойными, сдержанными, нам нужен очень хороший президент, в смысле того, что у него будут хорошие отношения. И с Москвой, и так далее. Ну и еще плюс, я вам скажу одну такую вещь, на сегодня Додон единственный человек, который может открыть дверь в Москву. На сегодня у нас политиков в обойме, те, которые откроют дверь в Москву и откроют экспорт в Москву и решат все проблемы в Москве, а у нас есть проблемы в Приднестровье, у нас есть проблема Гагаузии, у нас есть проблема разделения населения на два вектора, у нас есть проблема наших гастарбайтеров 70%, которые работают в России, и они посылают ежегодно 2 миллиарда, которые позволяют содержать нашу экономику, не вот эти глупости, о которых рассказывают, о успехах, о которых никто не видит. Знаете, вот я смотрел дебаты, там говорили, ну что, у нас творятся великие дела, открываются тысячи рабочих мест. Знаете, как говорится, правительство сказало, мы живем хорошо, мы сказали, мы рады за вас, но за них, а не за нас. Поэтому все эти, конечно, вопросы нужно будет решать, и Молдова слишком маленькая страна, чтобы плыть одним веслом, поэтому с Россией надо будет решать вопросы, понимаете, а если у нас будет президент, который будет туда невизной, как бы, знаете, и с ним будет разговаривать, вот примерно так, как разговаривают иногда сейчас, когда нам говорят, знаете, ну а что нам с вами разговаривать, давайте мы поговорим с Европейским Союзом, вы все равно проведите у них, побежите, решение спрашивать на разговор с нами, так зачем, нету, да, разговаривать человеку, который не решает, очень наивно думать, что когда будут наши вопросы решать американцы и русские, там, европейцы и русские, и так далее, и так далее, они будут думать о наших интересах, они будут думать, как и в Приднестровском урегулировании, о своих интересах, прежде всего. Спасибо, господин Демидецкий. На этой ноте мы продолжим нашу беседу после короткой рекламной паузы, не переключайтесь. Напомню, что в прямом эфире программа «Главный» до президентских выборов осталось всего 4 дня, и текущую политическую ситуацию в стране мы сегодня обсуждаем с Валерием Демидецким и Романом Михаешем. Господин Михаеш, господин Демидецкий говорил о том, что все-таки у кандидатов на сегодняшний день присутствует риторика только по факту внешнего вектора. Ну почему же, вот если взять даже лидеров гонки по опросам, то есть господин Луп, он всегда говорил, что он внимательно слушает, слышит, исполняет. Были у них мессенджи по артикоррупции. Господин Дазмун говорил, у него была программа по укреплению молдавской государственности. Понимаете, дело в том, что господин Демидецкий выявил одну очень важную вещь. Идет действительно борьба за Молдову. Почему? Потому что есть конфликт на Украине. Не было бы конфликта на Украине, не было бы так жесткой борьбы между США. То есть вы считаете, что это только геополитическая борьба? К сожалению, да. Потому что все эти мессенджи, которые мы слышали, что надо бороться с коррупцией, надо повышать уровень здоровья населения, строить какие-то больницы и так далее. Эти мессенджи ушли уже. Потому что на первый план вышла борьба между США с одной стороны, Россией с другой стороны. Для России очень важно. Ну, Евросоюз здесь участвует, скажем так, очень слабо. Давайте честно скажем. Евросоюз практически не участвует в борьбе. Ему уже не до этого. Есть и Румыния, которая заинтересована со стороны Евросоюза больше всех. А остальные смотрят так, как... Нет, ну с Румынией, я сказал, что больше... Но у нас не США. Они в двойку, они идут в паре. Румыния идут в паре с США. Румыния вообще является сейчас очень важным для США То есть румынии также поддерживают Майю Санду? Да, они поддерживают Майю Санду. И они дают экспертизу в США. У них хорошие эксперты по Молдове. И тот же Дан Дунгачу, и другие. Они постоянно здесь антенны свои имеют. И они видят, что здесь творится, и говорят американцы, вот что... Вот надо делать так или так. Американцы свои политики с Румыновым всегда здесь по этой теме каким-то образом координируют. Да, вот последний раз посол Пекин сказал, что фиг вам на объединении все. Ну да, и этот, как его говорят, президент Румынии... Между прочим, ремарку тоже надо здесь сделать. Президент Румынии вчера закрыл тему унирия на долгое время. Он сказал так, что мы должны эту проблему иметь в виду, объединение Молдовы с Румынией, но на долгосрочную перспективу. То есть он не рассматривает этот вопрос как реальный в своем президентстве. Здесь он нанес очень большой удар по румыно-унионистской, скажем так, политической составляющей и Молдовой, и Румынии. А может поднял ей рейтинг еще больше? Ну, понимаете, когда он говорит, что это не будет заниматься в Крыму. Нет, наоборот еще. Дело в том, что любого румына спроси сегодня объединение, он скажет, что должно быть объединение и будет абсолютно прав с точки зрения румына. Я их человечески понимаю, понимаете? Они считают эту территорию своей. Допустим, как русские считались своим территорией Крыма. Да, но нет плана по объединению, понимаете, в чем? Нет, вопросов нет. Нет двух вещей, на мой взгляд, в объединении. Там должны быть две вещи, которые интересуют сильных мира всего. И чем интересуются миры? Это деньги. Это, знаете, что серьезно в этом мире? Ничего не серьезного, кроме других вещей. Деньги и безопасность. Вот кто-то оплатит, и кто обеспечит безопасность? Ответа на эти два вопроса нет. Кто оплатит? Нет. В Румынии мы не в состоянии потянуть этот проект. И второй вопрос, мы не в состоянии обеспечить безопасность. Потому что у нас есть проблемы в Приднестровье, Гагаузии. И может быть такой взрыв, и мы опять побежим к США, ЕС и к России просить деньги на то, чтобы обеспечить безопасность. Они скажут, подождите, а мы вас заставляли это делать? На данный момент я, например, являюсь сторонником экономической интеграции с Румынией в какой-то форме. И для меня уже ясно, что политическое объединение с Румынией невозможно в обозримом будущем. Скажем так, да? Хотя бы сколько будет Йоханне с президентом Румынии? Нет, нет. Вы знаете, что обозримое будущее? Это пока мы будем с ним жить. Пока мы это увидим. Здесь я не буду спортом, потому что здесь ситуация иногда понятная. Пока мы это увидим или не увидим. Вот я знаю, что я еще не увижу. А может быть, наши дети... Но я считаю, что не надо ставить сегодня вопросы жестко. Универс, Румыния и все. Нет. Надо делать другие вещи. Надо делать конкретные проекты между Румынией и Молдовой. Экономические. Абсолютно правильно. Строить мосты. Сколько мостов мы построили на Попруту? Мы облегчили проезд для наших граждан. Смотрите, сколько мы стоим сейчас. Строить газодукты. Генкишин, но удависти до конца. Объединить энергетическую систему и так далее. Потому что эти разговоры ни к чему не приведут. В данный момент Россия имеет потенциал, скажем так, сдерживания по молдавскому, румынскому направлению. И любая попытка объединить Молдову с Румынией насильственным каким-то путем приведет к катастрофе здесь. Взрыв. И здесь надо исходить из того, что играет Россия в нашем регионе сильно, США. И Евросоюз уже имеет свои интересы, потому что Молдова уже ассоциированный член. А в чем лице на сегодняшний день Евросоюз имеет интересы? Тоже в лице Майя Ставра? Понимаете, давайте скажем так, если уже мы заходим обратно в электоральное поле. Майя Санду, почему нам Майю Санду поставили и сломали всех, и все ее поддерживают? Почему? Потому что Майя Санду является доверенным лицом, во-первых, американцев. Она работала лет 10, по-моему, там где-то в Вашингтоне. Они ее знают хорошо. Она показала себя. Она была министром в правительстве Филата, по квоте американцев. Потому что в Филате... Ну и тоже неоднозначно показала себя. Потому что ММВФ, если вы помните, поставил одно из условий в той программе, чтобы были вот эти школы и так далее, упразднены и так далее, чтобы была реформа жесткая по этим затратам, которые идут на Министерство образования. И ее поставили туда, чтобы она эту реформу провела в жизнь. Но как она это сделала, я критически от тебя обоношусь. Критически от тебя обоношусь. Да и вообще критически от тебя. К правительству Филата. Вы решили конституционного суда, что это правительство корруппированное. Филату запретили занимать. И надо понимать, что она степенлят Сороса. То есть Сорос – это очень влиятельный человек в США, в Демпартии, в том числе и в Республиканской Сорос имеет свои корни везде. Это очень серьезный человек Сорос. Не надо его недооценивать. И вот эта связка Сорос и Госдеп сделала так, что она стала, скажем так, сегодня лидером проевропейского и проамериканского и прорумынского фланга. Здесь три фланга объединились. И это я, с моей точки зрения, все расчеты математические показывают, что она может выиграть с первого тура. И повторяюсь, у Чубашенко и у Усатого в руках судьба Дадона. Хорошо. Если, например, Чубашенко снимется в пользу Дадона. Я повторяюсь, если Чубашенко снимется, Дадон с мая будут бороться в долях процентов. Ноздряв-ноздряв за победу. Потому что те кандидаты, которые останутся, кроме Чубашенко и кроме Лянка, они однопроцентники. Правильно, ни одного процента. 0,5, 1,5. То есть они не будут играть в большой роли. Чтобы был второй тур, должен быть разброс голосов. Например, Лянка берет 7, Чубашенко берет 7, ГИМПУ берет 5, кто-то еще 3. Чтобы был разброс. Если не будет разброса, эти 100% голосов... А ГИМПУ не снимется в пользу Дадона? Тут для меня очень большой вопрос. Потому что, насколько я понимаю. Да, это так. ГИМПУ, он, понимаете, если он зайдет в свою клинику, скажем так, у него есть иногда он встает в позу. Пригороде Кишиняна. Не-не-не, я не буду выжить, я Михаил ГИМПУ хорошо знаю. И он, с моей точки зрения, человек здоровый психически. Не-не-не, боже упаси. Проблема его в другом. Он имеет жесткий характер. Если он встает в позу, его оттуда никто не может снять, понимаете. Да. Если он встанет в позу, он скажет, знаете, в чем опасность для ГИМПУ? Он может подумать, что если снялся Лянка, что если снялся Лупу, это может прибавить ему голосов, понимаете. Но это не так. Если он имеет свои два процента. Мы с ним не общались, он так не думает сейчас. Понимаете, с ним сейчас общаться опасно. Потому что он о себе очень высокого мнения. Я не рискую. Лучше это уже после выборов. Вы согласны с Романом? Насчет ГИМПУ? Насчет ГИМПУ, я знаю, что он очень сильно надоел власти, проводя своими требованиями, министрами, разделами и так далее. И у меня есть очень большие глубокие сомнения. Почему? Потому что с самого начала правления коалиция, она была коалицией, и там, конечно, была квота по должностям. И мы знаем, что очень многие должности передавались и ходили очень нехорошие слухи, почем это было. И вот когда ГИМПУ отдавал свои квоты, там тоже ходили очень плохие слухи. Ну, что сделать? Вы знаете, у господина ГИМПУ сегодня, к сожалению, его электорат освистывает. Он устойкий, оловянный солдатик. Он даже может выгнать электорат из зала, где он встречается. Но, как бы... Проблема либеральной партии, я не устаю об этом говорить уже много лет, в том, что ГИМПУ вовремя наступил свое место племяннику Киртуаке. Если бы он наступил Киртуаке место, скажем так, года 3-4 назад... Золотая комбинация, абсолютно согласен. Потому что Киртуаке, какой он есть, но он молодой и представляет... И Киртуаке спас себе от этого позора на премарии, понимаете? Он ушел бы в партию, это было его. Чего бы парламент? Это было его, партия бы существовала, все и прочее. Но Михаил Теодорович тут, конечно... Каждая партия имеет... Нюхо, понимаете? Очень многим молдавским политикам не хватило нюха. Вот тот же Филан, да? Да. У него была золотая команда, он с этой командой вошел в промежище, стал премьер-министром. Что он начал делать? Он начал по одному их вытуривать. Потому что он боялся, тонался, что тонался, типа хотел стать примаром, чтобы не стала независимой фигурой. Боялся Виеру, что Виеру что-то еще сделать, боялся. И оказался один, да. И в конце концов, когда его арестовали, пришла одна женщина из парламента, давно Чабану поддерживать его, и все, больше никого. Да, почему Тудор-де-Лео там? Ну да, Тудор-де-Лео и еще трое. Ну, скажем так, смотрите, того же Шоу, насколько поддерживали людей. Хорошо, мы об этом еще, возможно, поговорим, но времени очень мало, поэтому хотелось бы... Да, последний вопрос вы хотели задать. Не последний, но я хотела бы узнать, вы разделяете мнение Романа, что второго тура может и не быть? Еще может быть. Мы не знаем сегодня контента, то есть, мы не знаем сегодня, сколько людей снимет к выбору. Если, допустим, снимется и останется 2-3 человека, то действительно, может дело ржиться. А что тянуть во второй тур, да? Может ржиться дело и в первом туре. Но единственное, что, конечно, будет проблема, чтобы... При том, при этом раскладе, что вот число сторонников европейской интеграции так сильно упало, и вот этот расклад погнали наши городские, да, как у нас есть, да, вот... Я хотел сказать, чтобы не забыть, 5% придет из Европейского Союза, из Румынии, не забыть, 4-5% по европейским. Да, 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 тем более, что там открывали участков, в России, где работает 800 тысяч, не открыли, открыли, что, 5, что ли, там будет опять скандал, но это уже как бы расклады власти. Это очень, я считаю, что грубо поступили с этими людьми, знаете, открыв для них всего лишь 20 тысяч мест на 800 тысяч, это катастрофа. В Румынии это привело к беспорядкам и переделывал голосов на втором туре. Вот, но я хочу вам сказать, что все будет зависеть от того, сколько кандидатов будет, ну и там плюс еще, по-моему, там же, вот, Роман Дуразна, как юрист, там же должны набрать 51% от числа участников, а тогда возможно. Потому что если от числа избирательных... Два условия там, два условия. Первое условие, чтобы была одна треть. Да. Вот здесь, между прочим, мы должны обозначить, господин Бородин торпедирует выбор. И здесь, если он преуспеет в этом деле, и не будет 33%... Если вы не с ним общались, он уверяет, что преуспеет. Если он преуспеет, тогда выборы будут недействительными. И все те, которые будут... И по всем соцопросам выборы будут признаны состоявшимися. Я думаю, да. Я думаю, что народ... И по поводу в том число мнения. Запомните, эта цифра... Народ на выборы выйдет, хотя у меня так же, как и у господина Воронина, есть большие вопросы к тому, как они были назначены нарушением Конституционного суда. Потому что к нашему Конституционному суду я стал относиться с большим подозрением. Я боюсь, как завтра они бы не обвели конец света. Или что-нибудь такое еще. Потому что они очень часто удивляли. Я не удивлюсь, если завтра Конституционный суд решит, что, исходя из того, я думаю, что мы являемся предками, то есть наследниками римской ДАКИ. Италия должна нам денег. Или что-нибудь в этом роде. Или снова примут решение о переходе к парламентской республике. Извините, мы ошиблись. Вот пошли два новых члена суда, и мы решили, ну все, может быть. Римские члены заняли ДАКИ. Но кто-то за это должен платить или нет? И вырезали всех. Не так много времени прошло. 2000 лет всего лишь. Но это мы шли в шутку. Я недавно смотрел на эту полу на Трояна. Ни с кем так жестоко не поступили римляне, как с ДАКИ, конечно. Хорошо. Нюансы есть, конечно, здесь. Господин Демиденский, и все же, что вы прогнозируете, что будет в ближайшее время? Какая череда событий нас ждет? Какая череда событий? В ближайшие два дня. У нас будет избран президент. А дальше будет очень интересная история. Мы о ней тоже не забываем. У нас будет избран президент. С какого тура? Президент другого цвета, чем в общество. Вы можете себе представить, что такое сегодня вы избранный президент народом? Вот эта коллизия. И у нас в 90-х году заложена парламентская республика. И что, если этот президент вдруг захочет что-то сделать, представляете, будет избрана Майя Санду. А я знаю от людей, которые работали с Майей Санду в правительстве, она человек узкого действия. Знаете, когда-то мне рассказывали, что Иван Иванович Бодил рассказывал о Григории Сидовича Ремея, когда он был молодым. Железная леди. Я сегодня и ставлю Железная леди. Как это называется? Не прозвище? Да, да, да. Дама де Ферри. Она, в своей точке, Железная леди. Претендует на Антон. Понимаете, но тут есть одна проблема. Понимаете, вот когда Бодил говорил, что вот этому человеку можно дать участок, пока он молодой, но ему нельзя даже быть воевластью. Потому что он не соотносит со временем, местом, временем. Ну, понимаете, премьер или президент, он должен быть глобальным, большим политиком. Он должен пройти все ступени и должен понимать, что он делает. Понимаете? Зачастую бывает так, что когда им становятся менеджеры, политологи или кто-нибудь, то есть этот человек не прошел, и он не понимает остроты момента, он не понимает, когда, в какое время, где и что можно делать. А господина Додона как бы вы характеризовали? Ну, господин Додон был вице-премьером по экономике, во-первых. Давайте скажем так, он возглавлял межправкомиссию когда-то и так далее. То есть у него уже определенный опыт есть. Ну, и успех его партии, понимаете, Майя-Санду, давайте скажем честно, вот честно скажем, что Майя-Санду партии-то у него нет. У него есть геопатехнология, понимаете? То есть сначала на Солден, позвоночный... Она телевизионная картинка, понимаете? И партии у него нет, а у господина, за господином Додоном стоит большая, мощная уже партия. Сейчас у него уже есть партия, которая поддерживает. Которая есть, понимаете, которая имеет ячейки, которая имеет эта структура, понимаете? Вот здесь вот... Не, ну, давайте в чем, будь честным. Я его знаю хорошо, не раз с ним общался, между прочим, я дал ему советы еще после выборов примара. Я ему сказал, что там уже нечего делать в Компартии, ты должен сделать свой проект. И он долго мялся, но все равно выступил. И успешно выступил, между прочим. А почему вы так решили, что ему уже не было места? Потому что ему там было тесно? Там была реально команда Скачука его ненавидела. То есть, какой-то быт Скачука из села, какого-то Садова нам будет здесь приказывать. Слушай нас, и будет все хорошо. То есть, ему создавали невыносимые условия? У него не было совместимости с этой группировкой, которая тогда была возле Воронина. Они были несовместимы. Там еще очень сильно играл именно этот процент, протестный электорат против Воронина. Тогда устали от Воронина после второго срока. Владимир Николаевич Воронин, у него тоже что-то случилось на втором сроке. И он перестал слушать окружение и так далее. И вот на эти выборы, да, очень многие из его команды уже шли, понимаете, хотели, чтобы он проиграл эти выборы мэра. Да, да, да. Таким образом свалилась власть. Там ему сделали собачью услугу. Какого-то поставили в битве в списках. И этот трипортный полагал стал. И это была история с таким непроходным кандидатом, который был товарищ, который в Яском отеле что-то поймали с какими-то девушками и так далее. То есть фактически все хотели, чтобы каким-то образом Воронина образумить и показать ему, что надо слушать окружение. Потому что очень многие чертыхались, которые спрашивали, что у вас происходит. Я тогда немножко отдалился. Ну, друзья остались в окружении Воронина. Я спрашиваю, что у вас происходит. Они махали рукой и говорили, не спрашивай, знаешь, что-то произошло. Ну, вот когда он тогда проиграл, это сыграло злую штуку. Понимаете, когда у него выиграл выборы 20-летний мальчишка, журналист, который ничего не смыслил. Вдруг все сказали, слушайте, а знаете, как мальчик, который закричал, король голый, знаете, вот. А его можно бить, понимаете. И вот с этого началась его катастрофа, Воронина, понимаете. Вот именно с Киртоги. Потому что в кого бы он поставил, Лупу, Тарлева, Гречаны, она со свистом выиграла эти выборы. Может быть. Да, она выиграла эти выборы. Я хотел закончить свою местную дону. Но мы оказались во власти молодого парня, который как бы не умел управлять городом, не знал, не имел ни опыта. И вот катастрофа, понимаете. Показали дону Воронину, но город привели к... В городе большие проблемы, согласен. Но проблема тогда она в чем? Он ушел слишком влево, да? Слишком влево. Он ушел в крайне левую стезю. И хотя, я скажу честно, он таковым не является. Он не является. Он центрист больше, знаете. Он центрист, а-ля Лупу, скажем так. Но его сделали левым, его политехнологи. Вот Аля Богдан Цирдя и другие. И сделали его на самом левом флаге. Сейчас проблема тогда в чем? Если он станет президентом, он с этой программой Аля Богдан Цирдя... Так Богдан Цирдя тоже не является крайне левым. Нет, Богдан вообще, он самый левый политолог в смысле. Ну, знаете, я не буду говорить про Богдана. Ну, левый экстремист. Ну, мы сейчас, да. Давайте я скажу, что я вам говорю ответственно, что став президентом, Додон не будет выступать против Европейского союза или Евразийского союза и так далее. Он будет делать сбалансированную политику. Потому что сегодня никто не в состоянии сегодня, извините меня, осуществить ручной поворот Луны. Понимаете? Это смешно. Сказать, что мы сегодня не будем... Это все политические технологии. Я же о чем думаю? Сможно это выиграть? Возможно, что он тоже есть, да? Стать президентом страны, то есть быть уже не лидером партии социалистов, где он имеет там двух-трех политологов, а стать президентом страны, а он по закону уйдет оттуда. Станяться над ситуацией и понимать и румынских хунианистов, с ними какой-то язык надо находить. А почему не находить? Взять какого-нибудь консилера, который с ними будет разговаривать на их языке, чтобы их 20% как минимум, понимаете? У Воронина был такой консилер. Конечно, был. Я не буду уже рассказывать, как там он с интеллектуалами получался, но он был. Он должен находить язык с центристами, но здесь ему будет легче, конечно. Он должен найти общий язык с теми, которые за Европейский Союз. Понимаете? Здесь очень большие проблемы перед ним встанут. Все менеджерские качества и помощь. Мы должны понимать четко, и думаю, что все наши политики, с которыми я тоже общаюсь, они понимают одно простое, что вещь, что Молдова не мононациональная, а мультинациональная страна. И в этом, к сожалению, и в этом не наша беда, а наше большое качество и большой плюс. Потому что мы можем быть повернуты на все страны света, понимаете? И сотрудничать с болгарами, с гагаузами, с русскими, с украинцами и так далее. Это наш большой плюс. Просто мы этим не умеем пользоваться. Мы попадаем в эту крайность, да? Откуда мы? Даки, румыны, да-да-да. Ради бога. Каждый кто как желает. И поэтому я с этими людьми не спорю никогда. Я уважаю унионистов, потому что я говорю, что если у вас будет большинство, и вы решите присоединиться к Румынии, ну, ради бога, нельзя запретить человеку мечтать. То же самое, что люди, которые мечтают, допустим, восстановить Советский Союз. Я им тоже могу сказать, что, ребята, дважды в одну реку нельзя войти. Они остались как партизан. Да, дважды в одну реку нельзя войти. Но, тем не менее, мы никуда не убежим от России, понимаете? И мы все равно будем с ней сотрудничать. Мы связаны миллионами связей. И разорвать эти связи может очень сумасшедший человек. Дело одно. Здесь хочу вставить одну фразу только. Когда закончилась Вторая мировая война, какое-то время в Беларуси взрывали еще партизаны в вагоны. Понимаете? Ну, это было реально. И им говорят, ребята, война закончилась. Ну, почему? Японские солдаты на Окинаве воевали еще 30 лет после войны. У нас Советского Союза нет. Но которые хотят в него вступить еще и есть. Понимаете, в чем? Нет, нет. Это вопрос даже не вступления в Советский Союз. Это вопрос ностальгии. Знаете, есть такая шутка. На заборе написано, верните нам социализм. А там кто-то на сумму взял. Социализма не было. Тогда написал другой человек, верните то, что было. Понимаете? Хорошо. Это социальная справедливость, медицина и всего прочего. Нет, социализм это красиво по-шведски. Но не то свинство. Но никто не хочет платить налоги, как шведы. Понимаете? Вот я им все говорю. Да, я тоже хочу социализм по шведской модели. Но ни один народ в Европе не может, как шведы, платить 60-70% налогов. Тот же француз, актер, прибежал в Россию и не хочет платить 70%. Понимаете? Понимаете? Ты за Россию голосуешь за Додона. Ты за Европу и за Румынию голосуешь за Майя Санду. Вот так и будет. К сожалению, я говорю это. И будет ситуация, как в Кишиневе после выборов. Точно так же, да. Мне это не нравится, потому что я хочу президента, который реально имеет какие-то качества. А если человек, интеллигент, который хочет разобраться в личностных качествах, каким образом, по каким критериям, чему должен соответствовать президент? Я вам ответил на ваш вопрос. Мне не нравится, что Майя Санду имела проблему в Министерстве просвещения. Мне не нравится, что она еще не созрела для этой роли. Но я буду за нее голосовать, потому что так надо. Вот видите, да? Вот так будут делать все. Потому что она будет придерживать проевропейских. Потому что она проевропейский и чуть-чуть прорумынский даже кандидат. Вы знаете, я несколько по-другому подхожу. Я всегда подхожу к той точке зрения того, что меня интересует, прежде всего, качество человека. Знаете, мне наплевать, кто пришел ко мне, чинить телевизор, делать ремонт и так далее, на ком языке он говорит. Мне больше всего интересует, что он умеет сделать. Какими качествами он должен обладать? Он должен быть профессионал и порядочный человек. Две вещи, самое главное. Остальное все прилагается. Понимаете, он должен быть разбираться в том, что он должен соответствовать этому посту. А пост президента у нас почему-то народ думает, что политика сидеть, это вот сидеть за студией, и чесать языком. Политика – это совсем другая вещь. Понимаете, я это хорошо понимаю. Потому что я, например, общалась с президентом и с президентом. У меня есть вариант, как обезопасить страну от президента. Если любой президент обезопасить от опасного президента, скажем, который не готов к ситуации. Снять все полномочия. Пускай народ его выбирает. Снять все полномочия с президента в парламенте. И хорошо кормить. Хорошо его кормить. Хорошую зарплату давать. И чтобы мы парламентской реальной республикой с выбираемым народом-минцидентом. Мы не готовы. Я вам скажу, что парламентская республика – это у нас неудачный проект. Я вам скажу. Потому что все коалиции в конце 90-х годов и сейчас заканчивались приходом, вот в конце 90-х годов заканчивались приходом Воронина. И никто не думал, что Воронин получил конституционное большинство в парламенте. А не Воронин эти выборы выбрал. Они их так проиграли. И вот сегодняшняя правящая коалиция, а многие, кто там еще трудится, и надеется на что-то, не понимает, что их время ушло. Звонок прозвучал. Знаете, как у Остапа Бендера, когда он играл в шахматы и махлевал. У него был такой звонок. Пора, брат, пора. Вот этот звонок уже играет давно. И надо уже драпать. Понимаете? А они все никак не могут рассовать мелочь по карманам. Понимаете? Вот эти люди думают. И вот сейчас только они пошли к избирателям, да, и вот правящая партия на встрече к избирателям получает свист, крики, оскорбления. Тогда, может, хоть это, я думаю, их остановит, и они поймут, что они наделали. Потому что нельзя публично делать то, что они делали. Понимаете? Нельзя делать то, что на протяжении шести лет они делали. Понимаете? Вот их рейтинг, конечно, сумасшедший низок. И сегодня, конечно, нынешняя власть, которая, кто поумнее там остался, да, они попытаются сегодня переформатировать эту правящую коалицию и предстать в новом свете с новыми людьми, с новыми, так сказать, идеями и так далее. Кто бы не выиграл президентские выборы, всем понятно, экспертам, во всяком случае, что это правительство в этом формате уже не сможет работать. Да, и не будет этой правящей коалиции. Скорее всего, будет правительство национального спасения, или национального единства, или, как вы хотите назвать, более широкий формат. С кого она будет состоять? Ну, если Майя Санду выиграет, останется по-европейская, конечно, но, возможно, там переформатируют. Возможно, Майя Санду... Но у Майя Санду нет депутатов в парламенте. Почему нет? Есть эти либералы, которые остались там 10 или 19 человек. Либерал-демократы. Либерал-демократы, я имею в виду. Либерал-гимпо не отпустит. Либерал-демократы. Либерал-демократы могут неких, как и не так, к этой коалиции приспособить. Если выиграть на Дону, понятно всем, что социалисты не смогут с этим правительством ужиться. Придется делать с ними что-то какое-нибудь... Почему с этим правительством не ужиться? Они могут сделать тоже правящую новую коалицию. Есть два варианта. Демократами могут сделать коалицию, у них будет большая... Прямая коалиция невыгодна ни демократам, ни социалистам, перед парламентами. Может быть. Вот видите, опять мы впадаем в эти глупости. Чем плохая парламентская республика? Все не думают не о том, как спасать страну, а о том, как спасать дурацкий вектор и о том, как создать свою партию. Название своей партии. Согласен, есть минусы. Но реально, я вижу предпосылки для создания правительства национального единства. Чтобы там были технократы и партийные силы, каким-то образом 50 на 50 представлены. Возможно, даже с техническим примером. То есть, этот вариант сейчас работает в Румынии, например. Социал-демократы и национальные либералы не смогли создать политическое поведение. Создали правительство технократов. Это всегда какая-то политическая коррупция, понимаете? Потому что опять торговля местами, а там опять что я буду иметь, опять что я буду иметь, и ничто не будет мыть население. Конечно, у нас страна дошла до такой критической точки, когда у нас можно спасти только суперменеджмент и дисциплина. И вот такая экстренность. А это президентская республика? А там только президентская может быть? А это президентская республика. Понимаете, вот я говорю... Мы не готовы к президентской республике. Мы можем укатиться в другую крайность. В диктатуру. Знаете, уже от той крайности, к которой мы пришли, выгнав полнаселение из страны, уже как-то ничем не страшно. Да-да. Уже как-то... Вы знаете, то, что вы сейчас говорите, полнарода, когда смотрят нас, вдохнуло. Ох бы диктатуру. Ох бы... Почему 70% молдаван симпатизирует Путин, Лукашенко и так далее, а не другим? Так раз мы с вами народ хочем твердую руку. Твердую руку, да. Штефан Челмари, которого вы здесь хвалите. Штефан Челмари, да. Действительно, это... А еще лучше бы Влада Цепич. Но Штефан Челмари, я говорил и повторяюсь, он малыми силами побеждал большие армии. А иногда он жертвовал ферзем, чтобы выиграть битву. Понимаете? Да. Но здесь у нас есть некоторые партии, которые некоторые из его приемов усвоили, я вижу. И привел в Молдову очень много людей со стороны, для того, чтобы сделать Молдову густонаселенной страной, чтобы были подданы, чтобы что-то крутилось. Экономика, потому что экономика без людей не растет. Причем приводила не только нашей национальности, но и других. Ну, нам Штефан Челмари не грозит, чтобы выиграл эти выборы. И Дадон, и Майс, они не могут претендовать на эту роль. Но я надеюсь, что и один, и другой из них уступят из всех амбиций и станут президентами страны. То есть партийные... А не президентами вектора и исполнительными... Ну да, что-то в этом роде. Да, да. Заморских, так сказать, пожеланий. Потому что если идти по этому пути, можно вляпаться в ситуацию, как наши соседи Украины. Мы ушли от гражданской войны и от противостояния на площади снятием сегодня Марианна Лупус президентский город. Потому что президент будет от оппозиции. То есть такой опасности нет? Нет, потому что будет от оппозиции и пророссийской, и от оппозиции и проевропейской, это уже другой вопрос. Но реально власть уже... Да, да. ...не будет им этим брянным от президента. А я как знать? Вы знаете, неважно. Вот, допустим, была же история с Януковичем, когда приехали три министра, основатели восточного партнерства, и договорились с Януковичем, что он 4-3 месяца уходит. И это же не помогло. Понимаешь, Януковича все равно выгнали, приняли такие законы, от которых ужаснулся Донбасс и Крым. Знаете, вот я наблюдал со событиями на Украине, да, вот вроде пошли три человека и звали еще Лаврова к себе. И Путин сказал, Лаврову не езжай, они несерьезные люди. И он всегда не поехал и был прав, абсолютно. Потому что договоренности, которые были достигнуты с тремя министрами Евросоюза, были теми, кто захватил власть в Киеве, были нарушены, разрушены. И в первый же день Града приняла законы об отмене русского языка, и так далее, и так далее. То есть такое впечатление, что в Киеве просто копали себе яму, понимаете? Вот, к сожалению, ситуация может тоже пойти по такому сценарию. Потому что у нас есть не только внешние, у нас еще и внутренние есть вещи, которые, это борьба между олигархами, это желание отомстить друг другу, переходить власть, переходить к контролю за финансовым потоком, и так далее, и так далее. Это тоже может сыграть, не могут вывести... Конечно, я говорю, что, если он... Я от Майя Чё требую Санду. Она против Плахотникова высказалась жестко сегодня. А я хочу слышать, что она и против Филата, и против ЦОП высказалась. Потому что мне не надо, чтобы пришла Майя Санду и амнистировала Филата и ЦОП, и чтобы у нас здесь была вахханалия. Кто-то должен ответить за Банк для экономии, правильно? Да, не более, что Майя Санду в этом хорошо разбирается. Она была в этом правительственном... Ну, может, она дело знает, она же участвовала. Она участвовала во всем этом, в банковских вещах, она тоже должна высказаться... Тот же Игорь Дон имел соприказ на Венецбанк для экономии, и его фирмы, и так далее, и Гагричан. Ну, подождите, подождите. Таким образом, вся элита здесь присослалась, как бы. Да, Дон уже 7 лет, как бы, не до... Ну, понимаете, срок еще давно с ней прошел. Хорошо, если вам больше нечего добавить, на этой ноте мы... На этой бравурной ноте. О мире, как говорит папа римский, о мире будем мечтать. Мы закончим нашу программу. Дорогие телезрители, я желаю вам хорошего вечера. Вам спасибо огромное за участие, за столь интересные ответы. Встретимся ровно через неделю. Впереди вас ждет много интересного, о чем вам расскажут мои коллеги. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...